Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я играю за Швецию. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо легко находится в описании к видео. Всегда интереснее смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного просмотра. Все, я вошел. Главное ход вам не закончить. А сколько мы еще играем по времени? Напомните, пожалуйста. Надо восьми договариваться. Да, мы тут все договаривались. Я события создавал часа в 5-6, чтобы за два раза в восемь. Ну, говорили, что кому-то в восемь уходить надо будет. Да, это у меня доигрушка. Два делегата, минус одно 10% несчастья в неоккупированных городах. То есть у меня вообще еще больше счастья теперь. Так, давайте обратно на еду переключимся. А во сколько завтра? Че-то нифига лаги не исчезаем там. Вроде совсем не пинг хороший, а не бинг, не бинг. А че-то там начало подвлагивать. У меня все нормально. У меня с Лешей до 200 миллисекунд. И надо подниматься пинг сейчас. Короче, надо кого-то из вас выносить. Да. Ты прав. У нас конфликт. Нет, это несерьезно, конечно. Не двигается и не тапель. По три секунды ждет перед приказом. Начали же нормально все было. Не знаю, у меня вроде со всеми нормально пинг. Пинг, да, я у тебя тоже со всеми нормально. Просто вы с этим вместе конфликтуете из-за этого. Да. Это возможно из-за вечера. Чеп, а ты где вообще находишься? В Киеве. Но у меня со всеми, вот, с Лилушем 9 миллисекунд, с Притчером 12, с Халором 47. Что-то мне подсказывает, что Лилуш и Притчер тоже в Украине находятся. Да. О, а с тобой прыгает. Да, ясно. Может, мы сохранимся и уже завтра продолжим. Нет, давайте, мы не воюем, давайте как-то... Ну, у меня вообще все ходит, я не знаю. У меня вообще без задержки. У меня доигровка переносится, короче. Я не знаю, могу хоть до скольки. Отлично. Ну, я все равно предлагаю играть так, как и договаривались. Ну да, да, хорошо. Там говорят, что в Риге комп полетел. В космос? А, ну, наверное. Не знаю, нормально, вроде с пингом все. Нифига себе ты немец. Да, же город, я у нас, как, туда впихнул. А сколько, кстати, у немца городов? Пять. Уже пять городов. Он вообще через пять городов играет. Я могу религию оставить, а могу католицизм распространять. А что у меня стояло на пророку? Почему он появился вообще, блин? Давайте, наверное, распространю, чтобы по максимуму было. Ну, вот смотрите, шестнадцать, да? Но... Шестнадцать последователей. Но будет все равно плюс пятнадцать процентов. Это автомаксимум от этого верования. Так, здесь у нас тринадцать последователей. Давайте распространим верование. Шестнадцать тоже будет. Только плюс пятнадцать процентов. Слушайте, а по-моему, великие пророки не дарятся, да, ГГшкам? Если я не путаю ничего. Ну, они вроде вообще не дарятся никому. Почему дарятся? Ты его, наверное, использовал один раз. Нет, я в принципе вообще спрашиваю, я не знаю. Но я в свою игру зашли, следовало, дарил стоп. Дарил, да? Четыре. Четыре. Так, писатель. Давайте думать, какой ГГшке его подарить. Может, Еревану, раз перс даже не думает его захватывать. Потому что культура тут самая важная, по-моему. Перш, давным-давно надо было Ереван захватить. Перш, давным-давно надо было. Я периодически догоняю немца, а он опять скрывается. Когда догоняю, он скрывается. Кошки-мышки. Он немец вот уже пошел по-английски. А он сейчас стоит устать. Да, сейчас он получит приличный прирост производства. Кто следующий будет, там, выбегать предложение. Да, да. Давайте так не будем забанить. Эмбарго ГГ, ребят. Полностью согласен. Вообще, надо было первым предлагать. Нафига тебе католицизм, кельт. Да я забыл, что у нас немец в игре. Да при чем это немец? Как будто в ФФА религия проходит. Ну, это почему не пройдет, по-твоему? А кто за нее будет голосовать? Ну, у Америкос полностью в моей, ты в моей и я. Пол карты. Ну да, может пройти. Так, ну надо начинать религию набирать. Потому что потом за религию можно будет великих ученых покупать. Так, ну, я не знаю. Продолжение следует... 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 но кто-то форт я думаю кельт виду скаута чтобы он плавать научился вообще я открыл кстати эту до открыл все он учился у немца видел у него все города на воде но у него я не знаю вот перлин и гамбург они соединены вообще через воду или нет просто ощущение что они на разных в разные стороны смотрят через мюнхен пропасть наверно в этом внутреннем море никто не делал кораблики кельт посмотреть говорю там проплыв или гамбург где он ближе к тебе и камбург не видел до гамбург ближе ко мне к этому проходу там ну знаешь там есть видимо все это до города поставили много морских каравана на конкурс мало куда-то там где его мне просто город надо поставить 4 а он будет на воде и совсем незащищённый кто-то говорит кельт кельт так поставил что не берётся практически ну ему нужен еще один мне надо было там где францпурт и кельт там твои города должны были быть давно а я до сих пор даже не вижу людей я не изучал море и гамбург там я тебя вырос там фигмент ты мне не поверил не без меня коснусь умеялись бы прикрут заправу лично зачем не ставить на воде давайте уже этих сохраняем и золотые велика забрал тем более если них хороший будет очень приплыть и затрал я не думаю что ними я стал бар проявлять эту адресию кто ничего сделать а кто и ничего сделали индонез занимаюсь неплохо неплохо немец ты там уже боишься ты наверно просто армию все удалю это было бессмысленно правильно такова не задеваешь это ты правильно можешь просто сразу города передавать до нас ты еще не доплывал до немца я далеко только за углом буквально ой индонезу вообще хорошо зайдут из города на острова да а где тут острова есть рядом с кельтом там большой крутой остров блин я поплыл у тебя вообще нету городов на островах еще нет у меня островов нету я разведывал примерно половину карты и тут ни одного острова нет ляш уже давно говорил про остров чашу не слушать ты вообще с другой стороны но я думаю тебе до того острова плыть достаточно близко он просто сверху верхнем море ну на севере вот на где-то чуть севернее украшается у меня щепы пять клеток от эдинбурга стоим ждем я посмотрю че там сейчас должна добавиться клетка либо это либо та там уже немец там уже пострадавшим ходом там уже города 8 и 13 я туда никак не доходом между туда проплыли Что я хотел? Что-то я хотел глянуть. А какие города требуют? А кто в астрономии? Я. Где-то три города под горами. Все. Кто-то еще, по-моему. Да, кто-то еще. Ну, у кого города под горами, смотрите, тот в астрономии. Или кто идет во фрегаты, там каравелки, вот это вот все. Индонез, ты идешь в астрономию? А Индонезу есть на кого нападать? А, на американца? Ну, меня или немца. Не, ну, интернет как-то далеко от немца, нет? Да, через море они близко там-то где. Интересно, сколько сейчас? О! 57 науки. Практически четверть сверху дали. Очень неплохо, по-моему. Очень-очень неплохо. Нет, перс, ничего не будет. Ну, вот почему он не заберет Еревану. Смотрите, он ему отъел. Клетки, пасаргады, сусы вообще вот… не знаю. О, скаут плавает дальше, чем ходит. Надо ли мне сейчас железо обрабатывать? Я думаю уже… А, но Индонез за денег нету на… Это печально. Кому как. Ну, немцу радостно. По-моему, мимец там поится прям капец, он горлёт. Ну, естественно, вы чего, парни? Вы столько шуму навели, что сейчас Индонез уже просто выходит во фрегаты и поплыл. Возможно, этот немец выходит во фрегаты. И поплыл. Да. Немец только не бей лес. Латиданя. У него получника отдам. Ну, американец. Чепа, расскажи, у кого уголь. Сейчас расскажу. Немец, давай я тебе лучника отдам. Сойдёт? У меня есть предложение получше. Так, у меня есть. Я ещё не понял где. Я надеюсь, это предложение не все мои города. Да. Нет, смотри, я на тебя не нападаю, а ты голосуешь против амбарго городов-государств. Это кому? Хотя нет, подожди, это же, по-моему, не по правилам. Меня забыли, что я сказал вообще. Что за правило? Ну, я хотел, типа, на каких-то юнитах, а потом вспомнил, что нельзя. Да-да-да, на юнитах нельзя. Что нельзя на юнитах? Договариваться, не воевать на юнитах. Нет, так вы можете разве договориться, а потом нарушить эту договорённость? В этом смысле? Или просто прям даже говорить об этом нельзя, да? Нельзя. Нет, говорить можно, типа, блин. Как это правильно? Ну, а в чём отличие между тем, чтобы просто об этом говорить или реально это заключать, по-моему, нет. Просто если кто-то тебя манит, то его никто не судит. Неправда, тот, кого обманут, тот и осудит. Ну, правда. Нет, то есть там по правилам даже говорить нельзя, иначе кто-то правил, в принципе, не подписал, но это и так понятно, что если вы на слова загадили, то кто-то могут обмануть. Да, сейчас я елки. Спасибо. Что-то есть. А где? Можешь сказать у тебя этого? Думаю, что да. Можешь сказать. Можешь сказать. Можешь сказать. Можешь сказать. Сейчас, сейчас, сейчас. Между Эдинбургом и Дублином на холме. Типа две клетки вправо, один по диагонали вниз от Эдинбурга. Да. Вот ровно, о, ровно посередине клетка между городами. Учленный холм, да? Да. О, я уже четвертый по населению. Все, я уже погнал. Смотрите, какое производство у немца, и за счет того, что он посылает караваны. Ну, вы посмотрите, какое производство у немца. Это именно за счет того, что он караваны пускает. Мы его, мы его даже не ослабим, он просто на наш уровень вернется, и все. Неправда, на наш уровень уже не вернется. Я не знаю, я плаваю, смотрю, тут у всех отличные места. Чем вы занимаетесь? Почему вы отстаете? У меня... Чувак, у тебя процент к производству. Половина гамбурга. У тебя процент к производству. Я кидаю два каравана на ОКГшке. Остальные у меня на пищу бегают. Ну, не знаю, я вижу тебя в Берлине как минимум... Даже из того, что я вижу, у тебя больше холмов, чем у меня. Какое у меня отличное место. Вот ты видишь мою столицу. Расскажи мне, чем мое место... Давайте расскажу. Давайте расскажу. У тебя почти все клетки, это пресная вода, раз. У тебя город под горой, и на реке это два. Да, но как это связано с производством? То есть это будущее? То есть ГЭС, окей. Обсерватория, окей. Но как это связано с тем, что я тебя сейчас не должен спать. Ты обрабатываешь фермы, у тебя появляются жители, и ты этих жителей садишь уже на холмы. Правильно. Вот в этой цепочке у тебя что-то нет. А у тебя морские караваны идут, которые в два раза больше пищи дают, чем мои караваны, чем твои вот эти... Я тебе скажу так, я в начале игры не мог кидать эти караваны, потому что у меня ни в Гамбурге, ни в скоро было при этом. Класс. О, а вот и шрепада. Ну, расту я действительно медленно. то есть у меня столько счастья. Так, знаете, я уже, слава богу, сразу могу фабрики строить. Ну, я просто не успеваю ходить. Так, сейчас все на производство. К сожалению, купить фабрики я не смогу. У тебя вообще, Леша, очень нехорошее место. Неплохое место у американца. У Кельта вообще отличное место. У Перса, ну, у него места мало, но в городах хороших. Его индонезийцы, наоборот, много места. А чем это у Кельта? Оно хорошее, кроме Стольни и Дублина. Мне некуда даже третий город поставить. Был большой старый Единбург. Ну, у тебя Единбург и Дублин хорош. Это еще важно. Ну и плюс. Город, на счастье. Плюс, я не знаю, наверное, было раньше расселяться и кидать караваны между Друбру и Карди. Я же ни на кого не нападаю. Все развиваемся нормально по-человечему. Ну, вот я и боюсь, что ты эти города. Я Карди так поставил, не слава, где рыбарка. Всегда можно, как говорится. Чисто для этого. Так, а где чудо последнее? Мне кто-то подскажет. Я же рассказывал. Ну, я только Шрипаду и Беринджер нашел. В принципе. Индонеск ты, наверное, нашел где-то в океане, да? Крикотал есть. В океане? Да. Спасибо. А что Индонеск, кстати, заселил острова или нет? А? Индонеск острова заселил или нет? Так, вот сейчас надо будет, наверное, караваны на производство. Вот через восемь ходов. О, острова. Один остров был в Ажи Кельта. Я его Немен заселил. У меня, в принципе, еды дофига. Так, ну я за религию голосую. Я думаю, американец и кельт поддержат. А вы, кстати, шведу занесли религию из Конгресса Мерсива. У него просто будет религия дополнительной голоса, а у него запрет. Ну и он швед, который со своими дружат. Да, но мне для победы... Подожди, мне для победы нужны все города ГГшки? Засоюженные. Ну так ты швед. Думаю, справишься. Я даже не нашел везде все. Я ж не могу плавать, я не могу... Не, но сейчас понятно, никто про сейчас... А когда я смогу? У меня нету городов на море. Ну, просто единственный плюс, он по центру, ему без обороны. То есть, я живу без обороны. Вы это автоматически начнут все ГГшки просто захватывать. Ну, там суть в том, что если он захватит Конгресса, он успеет много неприятных вещей сделать нам всем. Нет, я буду только лидеру неприятные вещи делать. Кому я всем могу что сделать? Расскажи. Вот как я всем сделаю? Ну, хорошо. Вот смотри, допустим, я лидер. Чисто теоретически, я не говорю, что это так. Ты запрещаешь мне города-государства. И что тебе еще можно делать с помощью Конгресса? Там остается разве что, не знаю, какие-нибудь люксы баня. Не, ну смотри, по крайней мере... Я буду договариваться с людьми. Я всегда, когда предлагаю на Конгресс, я спрашиваю, как вы думаете, что лучше предложить. Не, ну смотри, у нас просто два человека противовес получают. Он получает, ну и я с этим, с Америкосом получаю. То есть, у нас голосов мы получим больше. Это нам плюс. Да, да. То есть, если бы я один с кем-то получал, это одно. А так три человека получают голоса дополнительно. Это намного лучше. Имхо. Что-то у меня очень медленно фабрики строятся. Блин, у американца 27, Вашингтон. Бостон 18. Ну, это морские караваны. Вот так ребята растут. У немца меньше просто потому, что у него городов больше. Ну, явно там даже... Чуваки, я не успеваю ходить. Кто не успевает. Все прошло. Так, ну, я предлагаю, я предлагаю, соответственно, бан на эмбарго городов-государств. Почему? Ну, потому что бонусы от этого только ты получаешь. Ну, такие... Зачем мне лишать меня моего бонуса, если я сейчас не первый по кромке? У меня, кстати, нет угля. И в фабрике я вышел гораздо позже американца. Я не буду сейчас лидером по кромке. Ну, сейчас просто, а потом мы можем уже не успеть. Ну, кстати, я тоже получаю бонус от ГГС. Ну, ничего, я караваны буду посылать людям. Я переживу. Жемчуг нужен. Ну, типа, если вы сейчас баните, то я не смогу никакой создать противовес, скажем, тому же шведу. А он дальше будет хорошо развиваться, потому что у него... Швед по центру карты, причем между сильным америкосом и сильным... Но вы потом будете жаловаться, что я вам не помогаю. Я об этом. А потом мы будем жаловаться, что у тебя куча производства. Жаловаться — это второе имя отца его. Да. Ныть. Пожалуй, еще одну посажу. Так. Вот куда... Кому подарить? Эфи Гонконг Малака. Давайте Малаки. Как раз у нее жемчуг, который мне нужен. Так, где тут... Главное — музыканта подарить, а не... Кто уголь продает? Эээ... Ну, я могу продать. А кто это говорит? Немец. Хм... И что ты можешь предложить? Ну, стандартный такс... Давай пару ходов подождем. Ну, или кто-то другой тебе продаст. Перс, кстати, в химии. Я Ереван буду захватывать сейчас. Ну, ты долго ждал, честно говоря. Так, ну, кто хочет быть хостом? Чтоб вы там не волновались, я могу кого-нибудь другого... За кого-нибудь другого голосовать. Ну, давай, я за кельта проголосую. Я ни разу в нигде не лидер. Кельтальги. Персия или этот, Индонезия. Я проголосовал за кельта. Немец. Я не успел глянуть. Немец. Я не успел глянуть. Что ты предлагал? Ты уголь хотел купить? Да, я хотел купить уголь. Но вы не продавайте пока сами, не вызывайте идеологию. Да, можно. Американец, да погоди ты, что ты... Зачем торопиться с идеологией? Пару ходов, пускай без угля побудет. Ну, так... Вы же уже догоняйся. А? Вы же уже строите фабрики кельтом. Ну, почему с кельтом? Кельт строит фабрики? Кельт не строит. Ну, кельт не строит. Тебе не кажется, чем меньше соперников примет идеологию, тем лучше, нет? Позже. Он, конечно, когда-нибудь примет, но хоть позже. Ты лучше американец, что тебе выгоднее, а не что тебя люди втирают. Давай через ход, но тогда поделим золото от него. С тобой. Ну, чтоб не я ему продал, не ты, все равно мы продадим. Просто поделим пополам. Ну, окей, а сколько он примет? В смысле, цена дешевле будет? Нет, в связи, что половину золота ты дашь американцу, половину мне. Ну, или мы между собой поделим, неважно. То есть не будем друг друга обузить. Ну что, давать уже? Не, через ход ты же сказал. Ну, давай через ход, говори. Ну, вот Леша за себя думает, он просто хочет взять идеологию раньше. Ну, естественно. Странно. При этом, почему тебе давать возможность раньше взять идеологию? У тебя нету угля. Ну, потому что я за это деньги плачу. Зачем людям отказываться? Я объясняю, что дело в том, что чем позже возьмут соперники какую-то идеологию, тем лучше. За 450 золотых? Я не думаю, что оно того стоит. Эээ, ты чё, Амирикус, вниз плачу чел? Какой еще химэдди? А чё? Чё плохого в химэдди? Нет, в химэдди ничего. Вот в том, что ты пошел вниз, не очень хорошо. Он пошел вниз, потому что ему статуя свободы нужна. Так посмотри по ветке, как он может ее открыть без нижней ветки. Леша четкий. Ну, электричество можно сначала. Со школами любит гораздо быстрее. Или он из школы уже успел? Нет, еще не успел. Блин, шесть ходов, фабрика. Там мой уникальный юнит. Кстати, а с кого она появится? Кто? Эээ, ми-ми-ми-минитмены. Ну, с рукопашных. Из длинного мяча? Ну, я не помню. Минитмен это кто? Мушкетер или стрелок? Да, это мушкетер, по-моему. Ну, значит, из длинных мячей. Музыка. 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 Потому что там газ Потом можно вот в удобрение Даш, посмотри там Ответил Вот тут надо обработать Так, только наверное Вот этим Нет, давайте сначала тут Доделаем Шахты О, перс-армия Да перс-Ереван берет, не волнуйтесь Ереван Да Так много, да? Ну я союзник Еревана, я вижу, что тут Четыре пушки, рыцарь Ну поздно, перс, я тебе говорю Вот когда я тебе говорил Еще тогда надо было брать Потому что, ну, он реально тебе мешает А при этом сам по себе город-то неплохой Четыре пушки Четыре пушки Четыре пушки Четыре пушки Ща подожди Я гляну с другими Четыре пушки Просто у тебя науки немного, ведь так? Как здесь? Хельт Глэд сделал Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-га-да? Да, вот сейчас я тоже чувствую лагерь, секунды четыре. А что за уголь-то соседил? Так все фабрики уже построили. Кипец, столб с третьего раза смог нормально кинуть. Кипец, ты не согласился, а Швец согласился. Еще за эти деньги купят ГГшку. За 200 золотых? Именно этих денег не хватало. Да, да, именно 200 золотых и не хватало. Универикоза займешь на пару ходов? Блин, что делать-то вообще не входит ничего, что за фигня? Ого, что так много? Я тебе отдам, у меня плюс 80 в пот, и я че-то не хватало. Ну так киню эту разницу на 25 ходов. Ну давай. Сколько будет четыре слона на 25 ходов? Просто я уже его посчитаю. Кеннел. Американец, сделка. Я уже кельту скинул. Ну отмени, дай ему меньше. Так он уже, этот, он уже принял пока. Блин. У меня уже нет. Это вы фаврика, чего вы в последнем году купить хотите? Да. Это конечно хорошо, я предложение выслал, но я не успел. Так, кредитная программа. 780, нет, у кельта не хватает. Главный инвестор строительства фабрик. Так, что-то мне в вину лишнее. Ага, вот. Блин, я вообще сейчас не могу. Наконец, ты безработных жителей держишь, чтобы не сильно политься? Или просто забыл? Точно, это я фабрику достраивал, не успел. Это мне надо было молотки, чтобы фабрику достроить. Тут столица, где шпион сидит. Я думаю, много в моей столице шпионов. Да, я за счет тебя только в уголь вышел. 118, у меня 135 с обсерватории. Вот что значит, на 7 жителей больше. То есть, он не так уж сильно отстает за счет жителей. Блин. Хима, что напомню. Может, твой шпион выстрелит. В этот раз. Я уже упал. Да, многие, у меня уже двое украли. Пока не справляется моя контрразведка. Слишком много шпионов, видимо. Да, за всеми не успевает. Не знаю, наверное, уже можно рабочих удалять. Потихоньку. Тихо. 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 что он долго этот Ереван колупает ну смотрите какие лаги слушай Чепа, может ты какой-нибудь там модем перегрузишь я не знаю, ну это как-то совсем печаль сейчас пойдет что-то перезагружать знаешь, плохой пинг только у нас с тобой это вряд ли, если у меня с остальными отличные просто это вряд ли за модема так что давайте играть, я во-первых многие ходы просто не успеваю всем походить я думаю, что немец наверное тоже не успевает не, ходит, пять секунд проходит когда ходит ой, там сейчас пинг у нас с Лешей улетел вроде возвращаются ну 8 часов собирались сейв делать 20 минут осталось посмотри еще раз Кельч, что-то у нас там странное вышло Индонезия с солью случайно не нужна нужно серебро а городам и государствам мрамор ну писатель и серебро тоже надо глянуть у кого серебро есть да переход хода офигительный просто ну чепы дисконнект началось чепа, ты тут? да мы собирались сейв делать, может уже сделаем давайте я ой ехать интересно тут чувак вот персы захватил Ереван покладкатели? нет ну и что плохого, что Ереван захватил? нет, это к тому, что кто-то там говорил зачем ты армию строишь а теперь? да, откатил я ну зашел так кто могу договор с кем-нибудь заключить это персы, если что у кого есть? кто хочет? я давай у тебя есть деньги? да ах это не знаю, может и нет мы на следующем ходе да все, начальный ход я сохранил что-то у меня до спорку да уход у тебя или нет? все, не заканчивай ход окей да, хожу давайте уход подачи считаю на три раз два три все равно порядок так я только лишних 10 минут выгрузили мы не знаем не я ли один собирался принять и ты ли один может еще кто-то не сказали все во-первых во-вторых их надо ждать когда люди могут все походить а не сразу кидаться что-то делать пиарс приняешь предложение? да блин, пипец у меня юнитка по решению начали приниматься понятым по секунду да, от монументов да да, кстати, задержка вообще вообще огромная задержка секунд десять задержка идет потому что я вот ты мне покинул предложение я сразу принял и вот только что секунд пять назад только принял у меня, кстати, вообще без задержки юниты гоняют и у меня без задержки у меня задержка секунд десять наверное у меня тоже задержка я же говорю секунд десять может со следующего фона нормально будет короче, ну хаста поменяли теперь у всех кто из Украины будет задержка я не из Украины у меня задержка десять секунд идет я вот реально делаю что-то она мне через десять секунд только походит так а можно еще раз откатить? потому что она так не против? я не против только главное чтобы в Индонезии исход не закончил ну и я ответил, я жду просто надо разобраться значит что что вообще происходит? так так что у нас там в конгрессии предложение запретить производство немцу двадцать пять секунд охренеть я в начале хода поставил вот только что закончил я здесь это у кого? это у онкологоны тут надолго я смотрю знаете что отправлю в Ригу там все-таки еда ну не знаю я просто ходить не успеваю это молоко во-первых защиту во-вторых блин блин во-вторых где этот во-вторых вот он буквально реально секунд десять но они не смогут так играть давайте попробуем завершить ход и посмотрим если так же будет то надо что-то делать у кого секунд десять? он яблся у кого еще лагает так же сильно похудел в общем у всех кроме вас как раз то есть у нас у чеп и у меня и у изи нормальный вроде перестала лагать меня пока не уверен очень странно главный фильм со всеми нормальный 50 максимальных идёт и все ну да и перед нормально задержка причем большая значит кто-то друг друга все равно там вот заканчиваю заканчивайте ход я походил я готов кто-нибудь еще надо ходить заканчивается у меня ход сразу прошел вообще вот как там остальных тоже порядок вот ты хитрюга но есть задержка все равно не 10 секунд конечно но где-то 3 4 пожалуй тяне и мест не поверил а что получится она пишу мне надо быстрее принимать производство в а башню кто построил американец ну вот видимо за счет этого ученого он все-таки раньше выйдет чем немец а блин не уже порядок я кстати ученого вы меня запугали я ученого не с того что посадить 1 сдох я считаю что после школ уже нету смысла сажать сто тридцатых ход еще есть нет у меня смотри да то есть вот ты сажаешь ученую ну вот уже вместе со школами академия дает 10 науки вход ну соседи считай со всеми модификаторами от города это будет 20 науки вход вот как мне математику понимаю но тут же если сейчас получишь лишнюю теху ее быстрее догонят удешевляясь остальным тети тем ты да ты науки вроде бы получишь больше если его сложишь но а если идти по тем техам которые люди уже открыли академия тебе помогать в более позднее тех и потом принимать блин слушай так вот там же рядом с крокота учет и клетку не купишь все ты поставил ботан и не купил крокота вы не пойму низец там население число опять науки не разрешали нас едать хельсинки потому что тут куча производства кстати теперь я лагаю теперь у меня очень долго ходит юниты а подлагивается а и и и и и и Продолжение следует... 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 Можно было бы, конечно, на науку взять, но я ощущаю, что производство круче в данном случае. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Играйте в умные игры.